итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас четверг 19 октября давайте посмотрим на графики еврофунт и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что евро попытался пробиться выше 0 5 94 ничего из этого не получилось обращала внимание на продажи от этого уровня на ложный пробой и все это привело к хорошей точке входа в короткие позиции и мы видим что евро довольно крупно упал выше у нас данные уточненные данные за сентябрь по инфляции в еврозоне там действительно было замедление темпов роста до 4 и 3 процентов базовая инфляция также снизилась до 4 с половиной и собственно все это в некоторой степени оказало давление на европейскую валюту так как объективно пока европейскому центральному банку хотя его представители на этой неделе на прошлой много говорили о том что ставки нужно сохранять высокими и вполне возможно повышать дальше пока снижающаяся инфляция не меняет позиции европейского центрального банка но позволяет взять все-таки паузу и что учитывается в котировках затем у нас вышли хорошие данные по объему выданных разрешений на строительство в сша по числу закладок новых фундаментов там показатель подскочил сразу на 7 процентов сентября после сокращения на 12 половиной в августе и это очередная порция хорошей статистики которая подтверждает силу американской экономики и усиливает ожидания дальнейшего повышения федеральной резервной процентных ставок хотя на этой неделе много представителей фрс говорили о том что в принципе надо занять паузу можно занять выжидательную позицию посмотреть как она все будет но как мы видим данные поступающие говорят нам об обратном и инфляция на прошлой неделе в сша и плохой отчет по росту объема розничных продаж вот и данные по рынку недвижимости подъехали все говорит нам о том что экономика сша справляется даже с текущими высокими процентными ставками довольно неплохо и мы видим на этом фоне спрос на американский доллар сохраняется также у нас геополитическая неопределенность что в принципе отбивает спрос на рисковые активы так как между израилем и хамас пока ничего хорошего не происходит и все попытки урегулировать этот конфликт со стороны мировых лидеров пока не приносит успеха что довольно печально что касается у нас сегодняшнего дня и сегодняшний экономических данных давайте с вами сразу посмотрим экономический календарь что по еврозоне ничего нет сальдо расчетного счета платежного баланса европейцы страны банка особо никого не интересует и конечно акцент был сделан на рынок труда выходит нас недельное число первичных обращений за пособием по безработице публикуется у нас производственный индекс филадельфии публикуется у нас объем продаж жилья на вторичном рынке что опять же достаточно интересный показатель и вместе с представителями федеральной резервной системы выступает у нас как мы видим после совета управляющих фрс джером пау посмотрим что он скажет в своей речи послушаем его окончательную позицию перед тишиной режим так называемым режиму тишины до заседания до ноябрьского заседания котором состоится 1 ноября и собственно уже опираясь на ориентиры паула рынки будут делать ключевые выводы но опять же я уже говорил о том что данные выходят одни а политики говорят совсем об одном они меняют свое мнение каждую неделю то нужно было повышать процентные ставки то теперь уже может нужно и подождать но советую вам опираться больше на данные и делать выводы самим а заявление политиков они конечно же будут приводить всплеску волатильности но общая стратегия должна быть вам ясна и понятно теперь что касается непосредственно технической картины часовой график евро доллара да есть у нас 0 540 ближайшее сопротивление не стало ничего пересматривать есть 0 517 04 97 и на снижение советую действовать именно от этих уровней формирование ложного пробоя 0 517 точка входа в длинные позиции либо если мы возвращаем 0 540 ко второй половине дня закрепление на этом уровне тест сверху вниз могут привести к рывку на 0 563 и даже открыть дорогу на 0 594 где посмотрю продажи сегодня наскок с коррекцией 20 25 пунктов короткие позиции от 0 540 ровно как и от 0 563 только после формирования ложного пробоя с выходом на 0 517 прорыв этого диапазона обратный тест снизу вверх все это приведет к обновлению минимума 13 октября и тесту 0 497 где посмотрю длинные позиции на отскок также с коррекции 15 20 пунктов но покупки от 0 517 только на ложном пробое что касается британского фунта здесь мы видим давление существенного возросло пытаются медведи обновить минимумы того же 13 октября поэтому открыта дорога на 2106 я думаю это ближайшая крупная поддержка где себя проявят покупатели поэтому формирование сложного пробоя точка входа в длинные позиции быкам нужно забирать 2142 закрепление на этом уровне т сверху вниз точка входа на покупку в расчете на движение 2172 и к верхней границе бокового канала 2207 где буду смотреть продажи на отскок с движением 25 30 пунктов короткие позиции 2172 2142 только при формировании ложного пробоя если никакой активной деятельности со стороны покупателей на 2106 нету то есть падаем и сюда делаем ложный пробой восстанавливаемся там на 1517 пунктов и опять же идем на еще один тест 26 по всей видимости этот уровень будет пробит и не исключена крупная продажа в район 2071 где посмотрю покупки на отскок с коррекцией в 30 35 пунктов всем удачи